Пожалуйста, вопрос. Представляете? Прошу тогда, каусу, если стать не хитрой, а не хитрой. Курик, ты готов сделал? Есть? Есть вопрос? А, ребят, вот с двух. Видимо, сразу закончили с конференцией, ребята. А, да. А, да. Слишком-то боится. Андрей Николаевич, только что вы досмотрели за сборной льдой немножко, как она тренировалась. Обратили внимание на то, что особое внимание уделяли розыгрышам стандартных положений, подачи на ближнюю, на дальнюю, станды, низом, верхом. Вы наверняка тоже изучали соперника. Насколько сборной льдой вот этот компонент, как вы говорили, приносит результат? Спасибо. Я думаю, значит, однозначно, значит, это один из вариантов, который мы рассматриваем уже обоих лет, значит, особенно над нашими стандартами, потому что это возможность, значит, всегда при хорошем, при хороших исполнителях, значит, иметь на вооружении, значит, такое оружие. Я понимаю даже тренера и вы, потому что один из шансов, значит, играя дома, имея хорошую исполнительность, туда будет положение, значит, быть агрессивными, быть, значит, таким денджерусом, значит, опасным. Будьте такие сатерические брицы по плодинке, кстати, потому что не нужно шахпортить. Да, абсолютно. Андрей Миколаевич, это Андрей Крати. Андрей Миколаевич, поле синтетичное, насколько мы знаем, команда не тренувалась в Киеве и Украине на синтетичных полях, ну, почему так решила не тренуваться взагал на синтетике, насколько это может отличаться от того, до чего наша команда привыкла? Контроль, динамика, швидкость. На синтетике все равно не можно так показать по максимуму. Значит, почему не тренировались в Украине? В Украине нет одинаковых полей такого качества, значит, может и есть они в Украине, но в Киеве, значит, это было единственное поле, на котором мы могли тренироваться, но оно не совпадает, значит, полностью по характеристикам с этим полем. Поэтому, когда разное поколение, значит, синтетических полей очень сильно отличаются в отскоке, в быстроте движения, отличаются. Поэтому лишний раз, значит, привозить футболистов на синтетическое поле, значит, а потом менять это синтетическое поле, значит, мы не захотим. Поэтому мы решили, значит, тренироваться на нормальном поле, приехав сюда, попробовать поле, значит, и завтра готовиться на ремонт. И, конечно, мы собираемся отверстия и собираемся в Украине, чтобы все были необходимы в Украине, чтобы они были в Украине, и не было в Украине. Абонир Киев Вопрос от Андрея Пьякова Андрей, в 2008 году Витва тоже была суперзбірная Тем не менее, она перемотала Украину матч вулкан Вы тогда играли, в Микварице, 2 люди из нашей сборной Кто тогда играл Чи помните этот матч и станет Единка с середины, когда киев застереживает каждого нашего сборника От недооценки? Ну, мы к всем такими Одинаково Относимся, достоимся Очень сильно Поверьте, никто не расслаблен Нету аутсайдера То есть, Люксембург тоже С которым мы встречались Нету аутсайдера А Дубамас, конечно, я помню Я помню, конечно, не очень приятно И в плане того, чтобы эти проиграли И я помню Я вышел, потому что Саша столкнул травму У меня было Ну и видите, не сильно удачно Ну, ничего, будем исправлять Ну, не могу Гауту сразу Только если это банты сисимы Или шты сисимы Или да? Вот Андрей Николаевич Можете ли выделить какие-то персоналии Целбурные лица В Бурной Литвы Большая пасная команда Я не могу Кирилл Испыты ищут ли Литвы Команды «Ютевы» Испыты, как Литовы Испыты? Как комбинуется Мы прекрасно это понимаем, готовимся к сериозному маршу, готовимся к сериозному сопротивлению. И теперь есть интенсивные посередины римта и дликовой. И будет римта посередине Литовской рейтинги. Так что мы сейчас посередине. Мы с уважением относимся ко всем командам. У нас есть цель, это один из этапов завтрашнего раза, чтобы приближаться к этой цели. Мы понимаем, что для нас победа намного важнее. Поэтому команда, приезжая сюда, готовится на серьезный поединок с хорошим соперником, это один из этапов. И у нас есть команда, которые могут быть и наши предприниматели. Но мы сейчас понимаем, какие важные возможности. Пожалуйста. 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 Пожалуйста, вы играете в некоторых раз, как игрок в последнее время, как игрок в 2007-2010. Вы помните, что вы можете сравнить, что вы можете сравнить со соединением, которые вы сомневались на этом этапе и сейчас? Вы можете комментировать, что команды вы. Вы общались перед вами, перед вами все будет. Вопрос был о предыдущих встречах с командой «Литвы», да? Да. Ну еще раз, я думаю, нет смысла говорить о том, что было или есть. Завтра нас ждет еще тяжелый матч. Мы готовимся к нему. Поэтому моя роль как игрока уже закончилась. Моя сегодня роль как тренера. Моя задача – подготовить команду. Для того, чтобы она решила загарчивать. Моя задача. У меня есть стильный мотив, чтобы получить команду, которая будет привлечена к картере. Но я надеюсь, что это тренер. И мне это очень нравится. У вас есть, коллеги. Андрей Маклашенко. Андрей Маклаевич, 23 футболиста могут быть в заявке. Сейчас 24 гравцы. У нас кого-то одного нужно отчепить. Как правило, когда вы говорите футболисту, которые не подходят, насколько это тяжело? Чи есть уже понимание, кого будут отчепляться? Чи после тренирования они это делают? Ну, дается определенное время. Мы после сегодняшнего вечера не поднимемся. Значит, как бы ни было тяжело, это надоело. Футболисты меня, я уже сказал, ставят в очень тяжелое положение. Потому что с таким желанием, с такой самоотдачем, с таким подходом, с которым они приезжают в сборную, тренируются. Значит, очень тяжело выбрать кого-то, кто придется сказать, что они будут готовиться на матч. Но это надо делать. И все прекрасно понимают. Я думаю, любой футболист, значит, приезжающий сюда в национальную сборную, они понимают такие задачи, что они не спередут. Значит, как бы ни было тяжело, это надо сказать, это надо принять. Как тебе будет сложнее, нужно присоединить, что мы стыкнемся со стыкремой командой и у нас есть все проблемы. Потому что как тебе будет сложнее, но мы приезжаем к этой модели. У нас есть... Там что-то, я не так, пожалуйста. Микрофон. Микрофон, я вам вам даю футболу, это было, да? Андрей Михайлович, все критки оступили, начали в футболистский стадион, но ждет наш шлаг и главный тренд. Вальдо Заборбоно сказал, что это заслуга сборной Украины. Он загадывал матч из Сербии и сказал, что сборная Украина своей игрой приводит на стадион, а действительно вам приятно чути такие слова и как часто вы таки чуете про спину Украины? Нет, действительно приятно и для нас самое главное перед нами стоит задача, как я уже сказал. А для того, чтобы решить эту задачу перед нами, оставшись в Севере, мы должны сягать успешно. Поэтому мы сконцентрированы на решении этой задачи. Опять мы с уважением о том, что мы делали цель, но перед нами стоит задача выиграть за прошлый матч. Вы имеете еще и сейчас мутинез. Коллеги, есть ли еще у вас вопросы? Моликос Хаусс, вы имеете в виду.